Ибо так возлюбил Я очень счастлива, что нахожусь в библейском лагере с детьми из интерната. Это дети, у которых нет семьи и нет родителей. Я хорошо помню, когда мне было 9 лет, меня забрали в интернат, потому что у меня умерли родители. И это очень тяжело передать эти чувства словами. И мне очень хочется, чтобы эти дети не чувствовали себя одинокими и знали, что их любят, за них молятся. Я благодарна Богу, что я нашла семью в Церкви Христова. Я рада и счастлива, что у меня есть хорошие друзья. Исцелился ты, и проклятия твои он понес на себе. Он открыл тебе дорогу к вечности. О, гвозди в его руках дали свободу тебе. Свободу тебе. Когда меня спрашивают про друзей, я, прежде всего, вспоминаю про моих друзей из Церкви Христовой. Я не буду всех перечислять, потому что боюсь, что кого-то пропущу. Я помню, в Библии есть такое место, в Тричах 17.17, что там написано, что друг любит во всякое время. И я благодарна тем людям, которые молятся за меня, любят меня и помогают мне во всякое время. Как овца был веден до убийства, и как овец он безгласен был. Люди думали, что он был Богом уничижен. Но он взял на себя наши немощи. Он понес грехи наши на себе. Он страдал, потому что любил людей. Был распят на гресте. Ну, на третий день воскрес, он не умер, он жив. Он победил смерть. Победил... Я работаю учителем начальных классов в интернате для детей-сирот. Хочется сказать большое спасибо Церкви Христовой за прекрасно организованный отдых. Мы отдыхаем в Арджиники за уже седьмой год. Большое спасибо вам за библейские уроки, уроки жизни, которые делают наших детей еще добрее. Большое спасибо Церкви Христовой. Субтитры подогнал «Симон»